Это Вести Утро Карачаева Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами снег. Ночью в отдельных районах сильный. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 14, минус 19, днем минус 4, минус 9. На дорогах гололедится, местами снежные занусы. В Черкесии облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 17, днем минус 6, минус 8. На дорогах гололедится. В рамках общереспубликанских профилактических мероприятий «Месяц безопасности дорожного движения». Сотрудники Пригубанского ОГИБДД совместно с активистами школьного движения «Юные помощники полицейских» провели плановую информационно-пропагандистскую акцию. Ахмат Халкетчев продолжит. Главный пропагандист Пригубанского отдела ГИБДД Заур Капушев вначале провел краткий инструктаж для юных помощников полицейских. Школьникам он объяснил, как нужно представляться перед тем, как обратиться к водителям, и что к проезжей части можно подходить исключительно в сопровождении сотрудника. В 2022 году у нас на территории Пригубанского района было зарегистрировано 5 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних детей. В двух из них у нас дети получили ранения. Казалось бы, это может быть не такая устрашающая цифра, но на самом деле это довольно-таки серьезно. В любом случае, потому что и район у нас небольшой, я считаю, что на нашу численность это все равно очень серьезная такая цифра. И мы все-таки хотим это все приблизить к тому, чтобы у нас цифра уже равнялась к нулю. Поэтому мы подобного рода мероприятия и проводим. С начала текущего года, к счастью, у нас дорожных происшествий на территории Пригубанского района именно с участием детей не было. И будем надеяться, что таких у нас фактов вообще в принципе больше не будет. Учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский запустили сразу две информационно-пропагандистские акции «Письмо водителю» и «Засветись». Кроме писем, в которых важные напутствия, юидовцы дарили водителям еще и фликеры. Сделайте своих детей заметнее, чтобы нашли детей. Спасибо, спасибо вам. Это будут очень полезные вещи. Ну, нам на портфель наклеить, там на это наклеить, поэтому я думаю, что это очень хорошая и полезная акция. Хотел бы, чтобы чаще было вот такие акции. Это будет дисциплинировать наших водителей. Информационно-пропагандистская акция направлена прежде всего на упреждение роста дорожно-транспортных происшествий. Как отмечают полицейские, абсолютное большинство ДТП случается из-за несоблюдения требований дорожных знаков, разметки и скоростного режима. Ахмат Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Еленой Прокопенко. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok